Девушки отдыхают Так, начну я разговор. У меня в гостях, это самое, виртуальная моя собеседница живет сейчас в Испании и собирается переехать в Узмуртию. Вот. И зовут ее Надежда, она на связи, она слышит нас с вами. Я включил запись. И разговор должен быть полезен не только нам двоим, сейчас поймете почему. Ну, во-первых, я восхищен ее смелым шагом. Вот. Это у нас до сих пор у Савков считается, что она живет в раю. А Узмуртия многие даже Сибири путают. Вот с подтвердительством климата, Надежда, Узмуртия не сахар. Можете? Да, добрый день, друзья. Конечно, сейчас вот, когда позвонила домой, так как я сейчас собираюсь ехать и спрашиваю у своих, как там погода, они говорят, тетя Надя, приезжайте скорее, приезжайте скорее. У нас пасмурно, у нас дожди, у нас, ну, в общем, нет солнца. Хоть солнце нам немножко привезите. Но я сказала, что здесь хороший климат в Испании, но здесь нет солнцем душ. Понимаете? В Россию хочу. Вот в чем весь секрет и почему я хочу снова на земле развести сады. И поэтому обратилась к Валерий Казахстанчо. Надя, для меня такие люди, как вы, это, извините за уважение, штучные изделия. Вот, я больше того скажу про вас. Вы очень узкий круг людей, которых я как бы виртуально, образно, даже нигде не записываю. Я их отношу к исчезающему племени, подчеркиваю, исчезающему племени, Homo sapiens, благородный. У меня после разговора с вами есть все основания отнести вас к этому исчезающему племени. Хоть это слово горькое, исчезающее, но это так и есть, кстати. Вот, у меня много горьких примеров. Теперь давайте так, ближе к делу. Итак, Удмуртия, вы пока меня слышите, но не видите, что я включил экран с компьютера, камеру наставил прямо на экран, так, и кроме вас всех видят, ну, не сейчас, а когда они получат ссылки, увидят, или зайдут на мой канал, или на мой сайт, уникальную природу Удмуртии. Дело в том, что отношение, с одной стороны, жителей Удмуртии ни хрена не растет. Раз. Второе, значит, я Железов читал лекции, это, это был долг 10 лет назад. Абакан, Красноярск, Челябинск, Москва, и поверите, Ижевск, Удмуртии, и туда занесло, пригласили. Вот. И единственное место, где была одна треть зала, вот, это было довольно грустно, вот, единственное место, где мой приезд не произвел ажиотажа. А знаете, почему я так говорю? Я не жалуюсь, это судьба. Значит, Удмуртии просто нет людей, было мало-чемало людей, которые готовы, это, живот положить за свое отечество. Садоводство – это возрождение отечества. Я не шучу. И вот таких, оказалось, такое первое впечатление, хуже всех и на Удмуртии. Вот. Зали бы, как меня в Москве встречали, сколько людей за границей приехало, чтобы увидеть меня. И вот тогда случилось следующее. Значит, дальше пошла цепочка. И вот эта цепочка привела к тому, что пора поговорить серьезно. Я что сделал? На экране вот эта красивейшая фотография. А я же должен преподносить все с точки зрения учителя. Так. И вот я смотрю, озеро прекрасное. Если на берегу этого озера поставить дом, это ладно. Вода, колодец близко. А абрикосы вот здесь будут уже вымирать. Вот потом увидите эту картинку. Как нарочно обрыв нарисован. Не нарисован, а сфотографирован. Обрыв. И видно, что здесь очень близко к грунтому. Вода, ровно 2 метра. Это один пример. Вот. Смотрите. Потом увидите. Начинается серьезный разговор. Вы сказали, мне нужен совет. Сдейте сейчас будут. Следующая картинка. Вот. Что я увидел в несколько картинок, пролистав. Во-первых, красота неописуемая. Каждая картинка. У меня душа замирает. Да это моя Хакасия. Да вы с той стороны, уральский город, с этой стороны, никакой разницы. Ну, у вас чуть теплее, потому что гостилим идет с запада на восток, а не наоборот. Смотрите дальше. Ну, слов нет. Вот. Какой поселок, какая красота, где он расположен. И природу еще не всю угробили. Представляете, еще не всю. Вот. И я увидел много, что чего. Вот, видите. Это то, что люди увидят. Это холмы. Это неровные. Это все можно найти такое место, где солнце будет бить вот в этот склон, который сейчас на экране. Вот, наверное, вы не видите на эту красоту. Вот. И он сразу прибавит 300-500 километров на юг. Как бы, благодаря этому склону, благодаря тому, что солнце будет, по отношению к склону, бить, как на экваторе, 90 градусов. Понимаете, под углом 90 градусов склону. Солнце будет бить. Вот. И это же климат сразу другой. Вот это я хотел сказать. А теперь я вас буду пытать. Значит, смотрите. Мы взяли и заказали крупную партию 300 косовских абрикосов. Так. Вот. Я сделал хитро. Ну, с моей подачи, с моей, естественно, как это называется. Это мой совет был. Половина чистая роскошь культурная. Половина скромная, но надежная так, что вы уже здесь, в Удмурте, ни один в своей воле не замерзнет. Если вы специально не в это. А их убить невозможно. Знаете, как у меня каждый год? Я несколько лет как начал выпиливать. Земли нет у меня. Вот даже вот эта земля, которая на экране, ваша, Удмуртская, не сметь. И вам ее не дадут. Это хорошо, если вы где-то хотели прихватизировать, там, 40 соток, да? А вся вот эта простория, они не продлежат ни вам, никому. И даже не государству. Вообще никому. Так система сложилась. И вот получается следующее. Значит, я выпиливаю абрикосы. Через год-два, они опять, это, и мы, и может, три метра. Через два года. Я опять выпиливаю пень. Их убить невозможно. Но их можно сгноить. Вот это будет одна из проблем, которая будет перед вами. Теперь так. Я это было как бы общую обстановку доложил. Еще полистаю чуть-чуть и дам вам слово. Пусть я увидел, что такое Удмуртия. Но там очень плохие дела с садами. Очень плохие. Очень. Если бы мне сейчас, я не хочу подставлять эти же плодопитомники. Я же могу набрать плодопитомники, Удмуртия. Можно еще добавить. Слово Ижевский, еще несколько городов. Вот. И вы увидите, что 90% привозных с юга. И люди все это берут и садят, наверное, смерть. А еще, знаете что? Надежда, вы смотрите ли мои вебинары? Сегодня же вебинар. Сейчас еще и мне время позволяет. У меня сейчас, допустим, только это еще середина дня. А вебинар будет по Москве в 16. Естественно, что фильм выйдет позже. И все люди приглашают уже на следующий вебинар. Почему? Потому что мы все это будем подробно разбирать. Но вы-то конкретно, вы уже набрали косточек. У вас теперь головная боль. До зимы, помните ваш вопрос, Надя? До зимы осталось месяц, так нет? Садить же надо. Садить надо. Вот сейчас. А это значит, что сегодня косточки поедут уже на почту вашу. А теперь давайте задавайте вопросы. А я буду еще немножко листать вот эту необыкновенную красоту. Ну, сразу хочу подтвердить, что действительно красота неописуемая. Когда здесь люди у меня удивляются, что я говорю, хочу я возвращаться домой, именно в свой регион, в Абмуртию. И все спрашивают, почему от такого, как бы, у нас хороший дом и все такое здесь я живу. Ну, я говорю, нет. Вы понимаете, ребята, таких лесов, как у нас в Абмуртии, я не могу говорить за всю страну, таких лесов, как у нас в Абмуртии, влажных, нет нигде. Ну, я не видела. Здесь есть зелень, мало ее есть, она, леса есть, но они сухие. Это не то, что какой должен быть настоящий лес. Вот. Поэтому, участок я купила в моей собственности около 40 суток. Поллистарый. Да, если еще рядом смогу прикупить рядышный, который не застроен, значит, еще будет больше. Теперь мне только останется набираться опыта. Ваши вебинары не всегда смотрю, смотрю, когда есть время. Но смотрю. Сегодня, спасибо, что напомнили, обязательно сегодня открою и буду смотреть. Потому что сейчас мне интересно, правильно сказали, головная боль. Ну, я так понимаю, это головная боль интересная, боль познания, потому что, ну, когда что-то не знаешь, всегда получается много ошибок. Поэтому, если какие-то ошибки я, ну, вот сейчас вот запишу, буду вам вопросы задавать, да? Если какие-то ошибки я смогу избежать благодаря вашим советам, то, конечно, ну, плюсик себе поставлю такой небольшой. Ну, ошибки однозначно будут. И какие-то будут не совсем неожиданные ситуации. Ну, а куда деваться? Надо просто разгуливать, ну, и дальше двигаться. Вот первый же вопрос у меня, значит, такой получился. Балерий Константинович, я поняла, что если шейка абрикоса не должна преть, то вот и ваши, вы как бы там упоминаете, по-моему, другие, что его не надо садить глубоко. И в первую очередь, вот, многие советуют, что их садить надо. Ну, типа горки делать такой, да, чтобы это самое. Вот, начну сейчас я эти косточки садить. Стоит ли сделать вот такую вот, как бы, ну, брус такой, или как это называется? Горку такую, грядку горкой сделать, чтобы их всех вот на вершинку посадить? Правильно это будет или неправильно? Так, значит, давайте так, на вебинарах последних всё это есть, так. Нетрудно будет восстановить. Вот именно наша вот эта передача, получила, она не может и не должна заменить подробнейшие, доброднейшие вебинары с сотнями фотографий. Представляем, я сейчас начну с нуля и покажу, сейчас 10-20 фотографий. Вот, я скажу по-другому. Давайте здесь сам принцип. Итак, есть такое понятие корневая шейка, природная. Это где, если семечка падает на землю, просто взяло упало. У неё корень пошёл вниз, росток вверх, а на уровне земли это самая корневая шейка. Я доказывал не раз, потому что биваешь обыкновенное коле, так, и они сгнивают. И многие корнесобственные деревья, есть такое понятие корнесобственное, это когда палку втыкают, она обрастает корнями. Прям, ну, зероная, не сухая эта палка, а, скажем, срезанное дерево, срубленное. Она обрастает корнями и ветками. Но вот это место долго не живёт, поэтому когда-то нас всех, как бы сказать, спровоцировали на покупку сагнсов, которые выращены на так называемых клоновых корнях. Это их совсем немножко, они обрастают ветками искусственными нижняя часть, и могут немного поблодоносить, а так как у них корни развиваться не могут, корневая шейка, которой и нету, а то место, где переходит воздух, земля, просто она просто сгнивает, поэтому перспектив нет. А сарусы есть, их миллионы. Вот против этого предупреждаю. А вы взяли у меня косточки купили. Но тут получается другое. Значит, и так, занимаемся именно косточками, культурами, семечками, которые дадут корень, которые дадут крону, но у них и будет корневая шейка натуральная. Вот это место особое. Миллионным летним отбором оказалось, что... Какие долголетние деревья? У которых самое страшное место переходит в земля-воздух. Оно разрушается. А разрушается металл, разрушаются деревянные деревья, живые деревья, разрушаются. Почему? Это называется конфликт средств. В данном случае земля-воздух. Вот. А какое-то дерево чуть покрепче было и не стало разрушаться. Лишний год прожило. Дало потомство. Те, которые тоже какой-то лишний год и наказали, что корневая шейка настолько крепка, что дерево может жить сотни лет. И тут же появляются специалисты. Им надо чем-то отметиться. Говорят, закопайте по прививку. Закопайте выше прививку. Он обращает кормьями. А сами они не специалисты настоящие. Поэтому им для этого надо 10-20-40 лет заниматься в вращении. Тогда они бы узнали, что если дерево, ни семечки, ни скотчика, оно не может столько прожить. У них вообще нет кормёжейки. То есть, в любом месте закопай, ну, сколько-то проживёт. Вот яблони, допустим, сливы, вишни, они из тех мест, где келька, сырость 5-10-20 лет. Потом сгниют всё равно. Это не долговечность, я считаю. А груши, абрикосы сгнивают практически сразу. А люди этого не знают до сих пор. Вот поэтому, вот я вижу передо мной фотографию. Я с такой любовью всегда смотрю, знаете на что, жаль, вы не видите. Но вот эту вот землю, которая вот три верхушки, три, как это называется, три склона, вот, где посади, и даже холма не надо делать. Вся лишняя вода стекёт, как с гуся вода. Так? Когда у вас человека быстро освободится, быстро высохнет. И вот оно долголетие. Но это вы потом увидите. Вот я рассказал сам принцип, что начинаем с костей семечек. Вы молодец, что приобрели. Вы приобрели... А, ну, во мне немножко торгать, говорит. Вы 510 семечек костей купили. Скидку 10% я, правда, почти забыл, но потом вспомнил. И вам побольше решил положить семян. Вот. И тогда получается, что у вас проблема будет только одна. Я на ваш вопрос отвечаю. Проблема. Как, чтобы с одной стороны на поверхности было? Ну, там мыши сидят. На поверхности, моя статистика, одна из сотни, одна из тысячи. Ну, повезёт, одна из двадцати. Но это же разоритель на раз. И вообще непродуктивно. Ведь каждая коточка семечка бесценная с моего сада. В общем, дело. Получается, прикопать придётся. И сторонники глубокой посадки, они не знают, что потом дерево сгнивает. Ну, так хочется. 15 веки придумали, 20-е пережили, миллионы деревья угробили. А если смотреть, по большому счёту, миллиарды угробили. Не догадываясь, не догадавшись выкопать, по это самое, по... чесать это место, где... которое сопрело. Не видя, что сопрело. Вообще не... Не распилив дерево поперёк. И тогда получилось, что... И до сих пор светит на 5-6 сантиметров. А почему мы не должны слышать? Я сейчас назову фамилию. Это крупнейший специалист абрикосовод, абрикосовед. Вот. Которая уперлась уже после... Фактически скандала, после дискуссии со мной, лично. Когда уже... Лично, как говорится, лоб-клоб. Нет 5-6 сантиметров. В сходе-то у неё лучше. Там сыро. Из такой глубины, она силу мощную имеет. Вот эти семена, проклюнушись, пробивают асфальт. Настоящий асфальт пробивает. Несколько сантиметров. Сила страшная. Тем более 5-6 сантиметров орехла земли. Сгнивает челеское лето. Особенно абрикосы и груши. А я говорю, ребята, ну и на холм надо посадить. Потому что бы лишние годы долголетия связаны именно с этим, с холмами. Вот. Но на верхушке холма всегда быстро высыхает. Может, не проснуться. Тогда хорошо бы это самое. Садить туда надо побольше награды. Но все это у нас в этих вебинарах есть. У меня соблазн есть сейчас взять фотографию, прогнать. Вот. Но... 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 Но...